здравствуйте это канал максимадзе и сегодня мы возвращаемся к трем богатырям и сегодня мы будем играть в соловья ой господи и в ливу муромца и соловья разбойника следующие после добрый никитч игра ну и мультфильм тоже собственно был следующий тоже ну и вот 2008 году на следующий год после выхода мультфильма вышла вот эта игра тоже в жанре квест но тут есть улучшение разрешение здесь немного увеличилось в общем говоря все сами сейчас увидите давайте нажмем новая игра собственно говорит здесь также будут отрывки из мультика который нам придется пропускать поехали новая игра вот и деревенька сейчас обстановку оценим да в отличие от только мультфильмов всех вообще или амуромец носит золотой шлем они серый как кольчуга у него так собственно мы видим тут что-то делает бабушкой за из-за лёша поповича тугарина змея бабушка и любого кстати говоря кстати говоря бабушка с тихоном вместе появится в новом полнометражном мультфильме три богатыря и пуп земли спустя долгое довольно таки отсутствие их собственно говоря да чё-то деревне прям вообще разваливается и смотрю чего же это у вас бабуся коромысла новая награбили все блин непорядок так беда у нас сынок что ж за беда такая чтобы коромыслами разбрасываться напал на нас ворог охуянный соловей разбойник да будь он не ладен да что же это такое на руси творится беспредел и беззаконие на вот она в чем дело соловей разбойник у нас короче говоря вот это все намутил до коромысла возьмем но его шкин кот вот все рушится просто только чё-то чё-то у бабушки голоса другой совсем какой-то ее наталья данилова во всех мультфильмах озвучила здесь не она очевидно кто в новом мультфильме будет озвучивать пока неизвестно но возможно тоже наталья данилова хотя фиг узнает здоров будь добрый человек чего это с твоей недвижимостью приключилась так ну собственно говоря тихон такой же не седой как в позапредыдущей игре хотя во всех вообще во всех мультфильмах которых он был он был си он был седой так что у нас тут ладно с этим разберемся попозже потом за рекой смородины бесчинствует организованная преступная группа бандита рецидивиста и разбойника жителям деревень нанесен ущерб на сумму 3000 целковых доколе будем теперь терпеть разбой злодейский доколе князь киевский в бездействие пребывать будет тем самым бандитом пособничая не уж то повелитель появили не уж то перевелись богатыри в земле русской на такая вот очень коротенькая газетка береста что у нас там вот это машинелька вот он разбойник сейчас буду задержание проводить ну что добегался за лобушка сдавайся по-хорошему иначе за сопротивление при аресте не взять тебе меня богатырь руки короткие да что за напасть силушка моя подевалась куда-то а все от того что диету богатырскую соблюдать перестал не ел 7 дней почти вот теперь пока не поем как следует не вернется сила ну там на мельнице есть мука можно взять муки чтобы хлебушка испечь из нее так ну-ка дайте ну-ка ну-ка останови это ничего себе колесико никак не поднять жернов без силушки богатырской а чтобы вернулась она поесть мне нужно хорошенько да кстати говоря славей разбойник появился во второй раз снова в три богатыря и наследница престола 2018 года собственно спустя 11 лет после его появления в илье муромске славей разбойника соответственно а не найдется ли у тебя чего съездного добрый человек какое там разбойники соловья сожрали все прям как саранча какая-то и что ж совсем ничего не осталось ничего ммм это как надо было печкой пользоваться чтобы так топка забилась я вот муки на мельнице взял может испечешь мне хлебушка это можно только печь кто меня дряхлая со всех и вне десять топить надо чтобы испечь его ну так хотя бы тесто замеси а я уж сам испеку можно и замесить ты только воды и соль принеси а то мне славки то вставать не с подручно что делать принесу да ну и голосок у нее конечно бабки так ну водичку колодца набрать надо не не достать туда так просто глубокий колодец так просто до воды не дотянуться а вот так а вот так уже можно я думаю достать вот черпанули а соли у тебя часом не найдется добрый человек соль есть я ее всегда за печкой прятал вот и осталось только тебе не дам как-никак последнее мое добро последнее добро а что ты с ним делать то будешь если ничего здесь снова нет соль есть только мне теперь не надо ничего ой да и класть некуда ну вот газеточка есть вот держи свежий выпуск еженедельной бересты вещь ценная и почитать можно и от дождя укрыться это дело давай ой блин вот другое дело возьми соль богатырь кушай на здоровье а воду я не взял да все таки действительно почитать ему видимо интересно так теперь залить воду водой и подсолить ну как там подошло тесто бабуся подошло 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 вот держи да вообще голосок у нее вообще кстати говоря одежда у бабки по цветам она какая-то здесь такая более что ли красная в отличие от Алеша Поповича тугарина змея ну что ты делаешь барин ну понятное дело что он сырой кто и зачем его есть да а в а в а в три богатыря шмаханской царицы и в три богатыря на дальних берегах она в этих мультфильмах тоже появлялась вместе с Тихоном там она там у нее серый с синеватым таким цветом была одежда и в три богатыря пуп земли этих же цветов у нее тоже одежда будет она теперь стандартная по сути для всех мультфильмов холодная печка совсем так в ней ничего из печи не получится сейчас будем затапливать значит начинаем дровометания ой блин я случайно дружище извини но она окей блин извини я реально случайно ну так бывает хорошо еще 2 хорошо топливо загружена слез бы ты из печи затопил я ее чтобы хлеба из печи жарко сейчас будет но отлично уж знатно печка разогрелась теперь и хлеб в ней печь быстро испекся хлебушек это столько хватило это другое дело чувствую как возвращается силушка сейчас задам соловью по первое число еще когда печку затопим он вот так делать будет ну ничего ну ладно теперь теперь соловушка наша греет по полной программе на допросе имеешь право не отвечать дознавателю имеешь право весточку из темницы на волю послать сдавайся по-хорошему болен отходим на укрепленные позиции на надо по-хитрому сделать немного сейчас мы вот такое вот дело соорудим так и запускаем кстати эта игра длиннее раза в два чем предыдущие обе игры поэтому за одну серию мы эту игру точно не пройдем так нет не попадает надо хочет еще сделать а остановить не пытайтесь повторить это дома да действительно хорош запустили прям четко грабеж и сопротивление властям арестовываю тебя соловей рахманович разбойник рецидивист хотя вообще таким ударом можно было мозги себе выпотрошить такой такой штукой которые настолько тяжелая что даже илья муромец первого раза не смогу поднять короче чего на короче что там дальше происходит то что происходит нам показывают собственно в ролике там это илья короче арестовывает соловья потом приходит князю к только узнают что он его зас князь его взялся взял у него взятку в 100 монет и отпустил его собственно а собственно говоря потом князь об этом пожалел потому что соловей казну все украл у княжескую собственно говоря также он забрал еще коня илья муромца бу бурушку и князь илья об этом и доложил и напросился или отправиться вместе с ним ну и собственно вот что мы дальше видим совсем еще не запутали да не запутали я специально к заставе вышел чтобы служил их и соловье расспросить чего ты тогда ждешь и что мы здесь делаем нужно узнать где искать соловья разбойника да илья муромец еще князю объявил что чтобы он больше не звал его на службу после того что он за взятку соловья отпустил что он как собака цыкная будет за разбойником бегать его на волю выпускать каждый раз короче это поэтому князь сказал ему про коня но не стал говорить ни слова про казну а то иначе подумать что он опять решил его руками дела свои поправить тогда бы это же сам добрыня никитич вот знай дрыхнет только блин а ну просыпайся нам помощь нужна твоя добрыня алё вот это я понимаю здоровый богатырский сон а надо черпануть сначала так может это разбудит его никакой воинской выправки а еще говорят богатыри и элита воинская перед ним сам верховный главнокомандующий стоит а он знает дрыхнет зря ты князь серчали добрый не никитич богатырь видны в боях проверенный что не добудиться его никак как эта особенность организма такая на обычно он не просыпается пока солнце не встанет а тут чуть наоборот походу приветствую доблестных воинов здорово родственничек а я вот в гости решил заглянуть а кто забаву вы заграничный университет отправил а нас никитичем глухомать что так громко ты говоришь для пользы дела учение как говорится свет свет это хорошо зачем пожаловал князь правду говори да бы быстрее а то мне времени нет совсем знаешь служба и я весь заботах весь делах вот слове разбойника преступника государственное зловить пытаюсь соловья гоняли мы тут разбойника этого и банду его да так поймать и не смогли логово говорят у тут недалеко вот только где один так спит он это точно у него недавно берегу сбился днем почивает ночь вроде ты никому спать не дает обудить его бесполезно а придумаем что-нибудь чё ж ты так орешься громко так ну чем тут еще можно разбудить ничего выйти сюда и покричать охотиться не помогло это да вставай блин вот это я понимаю здоровый богатырский сон попробуй что ли ты княже добрыню разбудить так и быть попробуй а ну проснись сам князь киевской к вам пожаловал не так то так дело не пойдет как служба боец да какая служба скукота одна в этой глухомане не тебе тугар не тебе чудишь не великанов хорошо хоть разбойники остались да а что боец говорил мол добрыню ты в глухомане сослал пустое илюша добрыня здесь важное секретное задание выполняет вот оно че о и фига себе смотри-ка исчез добрыня так он же и будку казенную прихватил жуткое самоуправство будку забрала с собой чтобы дрыхнуть там дальше где-нибудь другого месте что за служба такая даже выспаться толком не дадут логово разбойниче найдете высокого дерева добрыня а у нас услышал все таки так начнем здесь дальше туда здесь рядом баба-яга тут деревья логово разбойниче здесь значит это у гору под мостом через перевал мимо логово дикого вепря к логову разбойников и выйдем а главная примета высокое дерево высокое дерево вот это что ли высокое дерево вот примета наша отродясь такого высокого дерева не видал может вернемся на заставу и под ногу позовем нет на это времени соловей разбойник улизнуть может что-то по карте больше похоже на вот это дерево чем на вот это правильно ли карта вы показывает вообще нет что-то я сомневаюсь немного жаль я думал там что-нибудь под ними есть шапку кто-то выбросил скидки вижу в области там что-то в кроне вот только что не видать так ну ка бросок все за фигня блин сапогу да ё-моё опять это опять это опять это говно выпало я не понял я вообще не понял ребята что происходит в этом дереве да 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 дикое место вот вернусь киев прикажу здесь канатную дорогу построить и фонтан так да блин они кончатся когда-нибудь нет бесконечный какой-то процесс получается ты это богатырь камни разбрасывать прекращай а то трассу феодального значения завалишь а что делать то если они падают все время так может вот эти две дырки заткнем верхний камень на подкорках удержится но не могут же камни эти бесконечными быть ну никак когда-то они должны же закончиться ну попробуем хотя впрочем я на все сто процентов уверен что эти палочки нифига не вы не выдержит ну какой их даже в 100 их да не даже шло разрушение толсовщих конструкций виду их хлипкости ну раз так то самый щит чем бы эти дырки заткнули какие-то слишком уж правильные дырочки чую не просто так их прорубили ну действительно надо что-то воткнуть туда полезные не не входит совсем закоптились камни видать часто здесь разбойники костер разводят у кого-то этой дубинка может этой дубинкой можно попасть туда ёшкин кот ничего себе а ведь могло реально в голову такое прилететь знатный клинок большой вес должен выдержать вот бы еще один так да вот этот клинок камень не бы мог выдержать если бы было таких 21 клинок то точно не не удержит замкнутый круг какой-то получается вот он хитро очень хитро сделали конечно но мы разгадали эту эту тайну так ну вот теперь я думаю не упадут и нас ждет самая сложная мини-игра вообще которая была во всех квестах 3 бактерии а у меня сохранение на нее есть есть я лучше пропущу потому что я сейчас это нифига не без помощи интернета не пройду в интернете на ю тубе есть видео где как проходится эта игра но я не хочу на это тратить время так все открыли пора награбленные реквизировать не чином на чужое добро зарится бурушку искать надо что-то решил себе забрать какое еще золото это образное выражение такое вам непросвещенным не понять не обращай внимания ну 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 ладно чуть такое как деревянная катушка не охота там рыться больно ну да и зачем в чужом добре то рыться не наши же это ух ты ж нифига себе фейерверк обалдеть вот это правильно лук под подушкой держать хорошей стрельбе да так и стрела есть рядом пригодится такое дело где-то может бурушка отзовись жив ты там друг мой дорогой не слышно ничего но где же еще им богатырского коня прятать как не за этой дверью и княже часом ключа от этой здоровенной двери не видел ну так искать надо вышибать дверь да боюсь бурушки повредить ключ нужно искать по другому никак а силушки богатырской не хватит чтобы замок выдрать нож нож вряд ли где-то в этом хламе ключ может лежать видать с собой разбойники ключ забрали али спрятали хитро больно так что нужно их душегубов приманить и ключик изъять это как разбойниками биться а что ж с ними еще делать как бы их приманить надо костер разжечь наверно код вот тут она прям знатно сейчас разгорится хорошо горит вот только дыма нет совсем а так разбойники костер не в жизни заметил ну-ка испробуем эту штуку да ну вообще ничего прикольного не дешевая восточная подделка вот наш рванул бы так рванул а мне в сейфе наполненный черпак и шапка есть еще а листья не взял я там ну вот если листья туда за из закинуть что дым знатный еще пойдет учеб стал ты давай кидай вот знатный дым прям столбом в небо а вот и разбойнички показались ну мне пора так и сейчас биться будем единственный такой недостаток это мини-игры это то что только есть только два вида разбойников чего в принципе быть не может сверху у нас шкала нашего здоровья там камера у меня загораживает там написано сколько процентов мы собственно говоря вырубили разбойников сейчас 19 процентов а нам надо дойти до соточки там еще немножко не знаю что эта штука делает сапоги это бонус тоже дают а видимо это прыжок дальше щит дополнительное здоровье можно сказать мы не получаем урон пока действуют эти сапоги дают возможность высоко прыгать но есть здесь один вредоносный негативный бонус это череп который ни в коем случае нельзя подбирать какой-то момент он появится я надеюсь что мы не наткнёмся прям на него если мы его возьмем шкала здоровья опустится до самого опустится до ноля и если и при следующем ударе если нас если нас ударит то все мы проиграли вот он вот он череп появился и не под вообще не будет туда подходить я думаю по моему второе не должен появиться что-то какая-то синяя правда еще полоска внизу ты видимо разрешение грана не сильно подходящие так 61 процент а эти пузырьки добавляют немного здоровья что делает вот эта гиря или как так как там называется эта штука я забыл двоих сразу в одном спрайте практически я так и не понял если честно по идее она нашего персонажа более тяжелым делает но по-моему он и так тяжелее некуда ой блин извините ой блин восемьдесят восемь процентов девяносто один уже все победили всех и ключик достали ну ключ добыли пора дверь открывать и побыстрее а а все как а а все в бурушки то нету здесь не бурушка это вообще я не знаю кто такой что это законе кто такие вечно эти писаки под ногами вертятся мультфильм его аленашки был другой и что много узнала как же целую ночью замочной скважины подслушивала говори барышня не томи огонь богатырский при нем был вроде или не был я через стенку железную и не расслышал жестокий князь она нам подсказку большую дала вообще тем не менее ладно пора в лес волшебный уйди дороги страхолюдина сам князь киевской пройти желает а это тот самый леший которого мы видели валюш попович тугарин змея в игре от чего он здесь делает я не знаю вообще если честно зря ты так княжи волшебные твари и чуть линию коллекция часов тут а ты страхолюдина а хоть сто раз волшебный он мой верно подданный даже часы в виде трону прости нас друг любезный горяч князь киевский вечно не подумавший языку волю дает мы и злодеи соловья разбойника преследую говорят он в лес волшебный подался и простите от расплюнуть и соловья я твоего видал давеч проходил здесь а как его найти не подскажешь ну это проще некуда идешь куда надо там все что нужно и находишь только за проход плат положено полгода за плата ну как для тебя и твоего невоспитанного друга плата особая будет песочные часы с кукушкой принесете тогда и проходить куда надо и число это ты такое брат леший удумал песочные часы да еще и с кукушкой еще и издевается пойдем в лес там глядишь и соловей найдется и то правда ну что тут явно для чего то место оставлено ну что принесли песочные часы с кукушкой искать самодержец всея руси надо значит ищем чего только моим отширным государстве и часы кстати вот эти вот прям какой этих ушастых чудиков которые в добрый никитч и змей гаранча в предыдущей игре меч мы делали до 12 часов блин вот это я понимаю монументальный дорожный указатель да блин у тебя сочтением все проблемы ё-моё ты же князь на как такое может вообще быть так смерти найдешь а я почему напасть если он так плохо если он так читает как он указывающий подписывает точно ли он сам их подписывает ну и куда тебе а я почем знаю колеб не твой язык длинный княже глядишь и с лешим сторговались бы сами разберемся о изымаю колюще режущий предмет до изымаем и пригодится может еще может просто давайте туда с вами меня у нас мало но все дороги проверить надо так что идем прямо идем обалдеть блин чеси льду за чудеса магия враждебная вот вернусь киев прикажу этот балаган разогнать и чусь и магия льдеса блин короче нет туда смысла идти нет никакого это то же самое что идти туда только может даже еще дальше не знаю теперь направо пожалуй ну что на право пойдем а вось и жена кому-то достанется на только на это разве есть время и быстренько туда и обратно ну давай классно нам дают возможность поиграть за самого князя киевского какая большая честь блин не знаю где это может пригодиться срочный за моем казну что он делался сплошная бижутерия что это вообще сделал чё он этим добивался интересно а вот песочные часы кстати есть здравствуй девушка вижу я девушка у тебя часы песочные не подаришь мне как раз такие нужны как же так можно совсем незнакомому человеку подарок делать мне сначала нужно узнать вас хорошенько так что вы ко мне еще в гости приходите а лет через десять да ты мне уже прямо сейчас совсем как родная стал сейчас я чую да вот такие вот немножко потечь еще будут так ладно пошлите туда разберемся как успехи часы песочные нашел ну вот русалка зловредная давать не желает требует что доказал мне не пойду у меня на рыбу аллергия у меня тоже у меня тоже кстати а под этим камнем кстати ничего интересного не не может быть тяжеленный зараза с лазой что ли под камень нутром чую есть под ним что-то ценное это не опасно коли сразу полезешь пока я не устал то не опасно было не было ты там что жить собрался княжа есть у меня тут дело государственной важности да сколько можно у меня уже трицепсы задеревенели ну вот пущу камень и быть в киеве новому князю ты же богат богатырь как такое может быть с таким камнем глина я между прочим не абы что а колечко золотое сыскал а тебя богатырь за крамолу можно из государственной службы да так уже того вот и по делу что-то ты богатырь немного опозорился и мне кажется золотое колечко обручиться хочешь предложить зачем надо было такой круг делать просто шикардос вообще не более того вернее очень даже шикардос это так мило и такой бред отлично только без кукушки они да спасибо за часы ты оказала мне неоценимую услугу жених а вот и жених но и какая-то ерун ерунда она живу с она же рус ранаж русалка он человек и вообще кстати анчона в ванной делает здесь она она вообще хоть и вылезает и вылезает и из ванной или она всю жизнь там находится или или как уж вряд ли всю жизнь находится но тем не менее у волос у меня такой цвет конечно ладно ладно спасибо но ну рассказывай как дело было с русалкой ничего особенного колечко подарил посвятался вот она мне песочные часы и отдала вот тена у нее ж рыбий хвост и холодная небось как селедка и голая кстати главное чтоб человек был хорошим потому что я на ней жениться все равно не собираюсь ну ну правильно ради часов только мы это делаем не более того так но без кукуршек то он не примет часы посмотрим что там на ли налево еще есть сходим что ли налево на смерть поглядим интересно мне на что она похожа ну наконец-то хоть музычка более более нормальная тут а у него опять совсем где тут смерть полу тут красота у у блин вот это смерть вы хотите сказать вот только не говори богатырь что собираешься меня на честный бой вызвать насколько можно вам повторять бессмертным я так что не будем друг у друга время отменять я с виду то вроде добрый он вполне может с ним поговорить получится как цивилизованные люди меня никто никогда не слышит все таки решил биться да постой ты не буду я с тобой драться ага струсил да не затем я сюда пришел как будто только побить его все хотят соловья разбойника ищу не видал часом не не видал но у нас в волшебном лесу все просто на пушку возвращаешься да идешь по дорожке куда надо все сразу и находится так леший не пускай плату требует да не простую а песочные часы с кукушкой ему подавай может у тебя такие есть часы есть только не песочные а механические да и кукушка сдохла давно так может отдашь мне их глядишь и пригодятся ну это ты загнул часы старинные еще от моей матушки остались хлам конечно но так просто не отдам а если я чего для тебя сделаю точно птицы мне совсем покоя не дают весь цвет в саду поклевали прогонишь али изведешь их как тогда я отдам часы договорились о я же говорю как цивилизованные люди можно поговорить с ним было так кукушка тут есть кукушка сколько мне жить осталось и часы песочные собственно есть так что если торгуемся с кащеем то у нас будет все что нужно уже сейчас пугало сделаем и никто не будет клевать хотя пугало на самом деле не очень-то часто действует против птиц у нас вот в огороде чё-то не действует ну в реальной жизни а ну такой угол это точно подействует я и сам испугался почти ну все дело сделано давай часы свои урожай зад от пернатых вредителей очищен точно знатный теперь урожай яблочек соберу приходи через месяц богатырь яблочного вареница отведать а как же зайду только мне бы сейчас часы обещанные получить договор дороже денег а вот они красны благодарствую да не комплект получается так идеально подходит теперь надо как-то кукушку еще достать дойдет до нее не дать не дотянутся уху ху 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 да блин этот лес вообще что ли прикалывается одна и мы что опять здесь что ли его грустный такой не уж то по своей русалке соскучился Есть немного. Да не, я не верю. Тут вот кукушку для часов изловить надо. Может, подсобишь? А почему бы и нет? Охота, как-никак, царское занятие. Ну, пошли тогда. Почти готовы часы. Осталось только кукушку заполучить. А она, зараза, высоко слишком сидит. Пойдем, что ли, подсажу тебя, чтобы ты птицу эту изловил. Может, ты сам управишь? Да не бойся ты. Смерть там совсем не страшная. Кощей безумный. Да ее и нет там. Только он безобидный совсем. Ну ладно, пошли. Ну человек рисковый. Чуть не обделался в самом начале, наверное. А точно. Такой я лихой человек. Не страшна мне смерть. Кто тут режим тишины нарушает? Это не я. Ладно. До 11 шуметь можете. Я хоть и бессмертный порядок знаю. Да. Я совсем не испугался. Кстати, интересно, откуда здесь кофей бессмертный? Валюш Пович, тугарь не змея играл. Он там жил вообще где-то под землей. И, видимо, переехал сюда, в более правильное, нормальное место. Кстати, там он другую одежку носил. Ну, точнее, ту же, но других цветов немного. И вот еще назревает вопрос. Или, может быть, это другой кощей бессмертный? Может, их несколько? Хотя, я так и думаю. А, ну и что делать тогда? И как кукушку ловить, если ты за ней лазать отказываешься? У нас образованных? Свои спусты? Образованных. Читать его нормально не умеешь. О, еще один витязь пожаловал. Не веришь, что ли, что бессмертный я? Да как в такое поверишь? Только я человек не военный. На своей шкуре проверять не намеренный. Ну, почему же обязательно на своей шкуре? Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? Хитроумно. Очень хитроумно это было. Сейчас. Вот это да. Устала птица. Как князь предвидел такие события. Вот это интересно было сейчас. Ну, готово, часы. Пойдем по этой тропинке, тем более она туда, куда нам надо ведет. Более короткий путь, я бы сказал. Вот, держи. Все, как ты просил. Песочные часы и с кукушкой. Пойдем по этой тропинке. Порадую лешего. отлично наконец-то я тоже если уверен в этом тут баба-яга и вообще здравствуйте бабушка здесь часом соловья-разбойника не видели какой-то голос у меня не такой совсем мужской почему вот беда спасибо бабушка до свидания пора нам до царьграда путь не близкий ты это милок не спеши византия наметний визовый режим с руси ввела так что не пустят тебя царьград без визы ничего себе боярья долетели русских всем головы с плеч поснимаю а как же соловей без визы еды царьград есть у него виза я сделала как-то выходит государственному преступнику сбежать помогла ты богатырь не горячись у соловья твоего чай на лбу не написано что он разбойник а у меня честный туристический бизнес заграничные визы все как настоящие вот и вам сделать могу всего сотни золотых сноса это грабеж где же мы деньги-то такие возьмем ну что за клиент такой пошел денег у него нету а за границу хочет ну и тут я вам навстречу пойти могу у русалки местные гусики есть поэт больно они мне нравятся к цвету моих зубов отлично подойдут достанете их сделаю визы ладно тут кстати можно еще вот такое вот немного бесполезное дело сделать бесполезное и бессмысленное это богатырь не балуй так и в козленочка превратится недолго понял какая все-таки гадость это ваша заливная рыба ладно ну с русалкой проблем не будет с этой ну что князь сходим к невесте твоей за бусиками тут я вспомнил что ошибка занят визит официальный византийскому императору может извини по моему что ну ты чё ёлся а васи девс за мной лично свой лайнер пришлёт дорожку красную до дворца раскатает да расстелят написать там люди поднесут идём не брак покрою владычество ха 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 проказнуто проболтался только что не понял не понял не уж то обманул меня князь ну да ладно без него легче будет обалдеть ну вообще блин князь ну это плевок в лицо практически был вот вот сейчас вот сейчас вот сейчас вот сейчас или или я придется каким-то образом договариваться с этой голой русалкой вот вот князь вообще просто одним разговорчиком и бусики бы эти заполучил а тут проблем что я сейчас будут ахаха сейчас испытываешь мое терпение богатырь смотри женщина в гневе страшна ну 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 ладно уж попробуем что делать то да занятное сантехническое сооружение ничего так цепочка я так и не понял кстати зачем он кашлящий корм или или я забыл по-моему куда-то его можно применить но я не помню здорово девица красная или зеленая здравствуйте вижу я бусики у тебя красивые не отдашь их мне ну уж нет я теперь девушка обреченная подарки мужчинам делать не могу вот я об этом и говорю а если да принесу тебе чего взамен а знаешь что принеси мне зуб змея гарничек обменяю его тебе на бусики я по басурманскому гороскопу дракон вот повешу зуб себе на шею и удачи мне будет не даешь где же я зуб где же я зуб горыныча то достану может отдашь бусы девица а то змея горыныча настоящего сыскать нынче непросто не хамите молодой человек зуб змея достанете где он хамил интересно блин вот князь с ней договорился бы вообще на раз-два а тут блин зуб змея гарничек где-то искать ну самого гарничей найти надо может кощей знаю где ну здравствуй товарищ бессмертный ты часом змея горыныча не видал а как же видал он у меня гостит заходи чайку вместе выпьем ничего себе вот это повезло вот это обалдеть как повезло сейчас а до мишка так ничего уютненький еще у меня тут все по фэн-шую идеальная гармония здарова змея здравствуйте день добрый о чем на кащей повернулся и тебе здравия коли не шутишь это голова точнее в смысле зуб твой мне очень нужен для дела да я бы с радостью у меня ведь зубы как у акулы выбьешь сразу новые вырастают только боли мы боимся ну так боли перетерпеть можно ты ж змей а не лягушка какая а я тебе взамен чего-нибудь принесу али сделаю для тебя чего да силы воли укреплять нам надо и не говори так что уговорил богатырь только сначала в шашки с нами сыграй а то мы с кащеем играть больше не можем выигрывает он постоянно ну давай сыграем вообще без проблем давай кстати вот в этих шашках может произойти такой баг когда вот мы почему-то не по черным а по белым ходим может каким-то образом шашка может оказаться на черной клетке и в итоге мы не сможем завершить игру никаким образом нет а я срубить должен а и причем дважды даже вот дамкой стал быстро и вообще и еще раз 2 срубил и еще раз а блин сейчас назад срубить надо было туда или не если это можно было вообще что делать так отступать он решил так ну зря он пошел в это место пойдем здесь встанем сюда а я сделаю так и вот так а я же а я туда рублю о обалдеть я выиграю ну теперь это понятно почему кощей выигрывает и из тебя игрок какой то немного не очень ну сдаться короче ты решил все я выиграл все давай зуб свой ну что сыграл я с тобой так что обещание выполняй рви зуб что то все равно боязно не мы так не могли нам от проигрыша расстройство одно а тут еще зуб рвать тогда давай сыграем еще разок глядишь повезет тебе да короче здесь надо проиграть ему все таки чтобы чтобы он победил и у него настроение хорошее было не все таки ну я рубить обязан все таки так что придется но мы будем вот так вот ходить а я еще раз его рубить должен но ё-моё проиграть иногда тоже нелегко бывает ну дам какие не стать все равно так ну я его в эту сторону не смогу вырубить никак придется куда-то двигаться дальше вот так ну ладно теперь ты выигрываешь горыныч не докучай богатырь не видишь я делом занят по-моему ты стоишь просто вот теперь настроение у нас хорошее можно и зуб рвать только из какой головы я не могу у меня в прошлом месяце только флюс прошел а я что ли могу я и так за вас двоих все тычки получаю потому что посередине а я я вообще не буду ладно давайте как обычно разыграем а а отлично и сразу с ниточкой все богатырь не играем больше с тобой ни во что зубьев жалко сильно больно их выдергивать все-таки ну ты брат стоматолог ха 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 да да это уж точно ну ладно все всем спасибо я я пойду надеюсь еще увидимся когда-нибудь ну вот зуб твой вот держи змеиный зуб тяжело мне достался спасибо вот теперь будет мне удача и жених мой суженый возвратится скоро я что так он за море в царь град подался так что скоро не жди значит когда вернется подарков не заморских привезет ох и счастливая я буду да но мечтает но мечтает дальше не возвратится тебе он никогда вот держи с трудом у русалки добыл спасибо богатырь насчет бумаг византийских как не боись за нами не заржавеет вот держи лучше чем настоящий у меня на них дополнительная степень защиты установлена будем надеяться ладно прощай яга мне пора в царь град вроде чисто у них тут все и аккуратно а говорят еще тьму таракань так ладно продолжим пожалуй в следующей серии где-то половина игры прошли на сегодня все с вас подписаться с меня эпичный видос подписывайтесь на стримерский канал на блоговый канал выступать ру вконтакте и всем пока